Думаешь бизнес это не для тебя? Слишком сложно? Скажи стоп своим сомнениям. Пора действовать. Как открыть собственное дело? Где получить информацию и финансовую поддержку? Практические советы в различных сферах бизнеса. Наши герои добились успеха с нуля, а значит и тебе это под силу. Составь свой бизнес-план вместе с нашей программой. Здравствуйте, друзья. Мы находимся на Ирининской. Уютной исторической улочке в центре Гомеля, которая вполне может стать этаким гомельским арбатом. Местом, которое объединяет неординарных креативных людей. Так считает героиня нашей сегодняшней программы Лилия Калюжная. И первые шаги в этом направлении уже сделаны. Что такое каворкинг-центр для ремесленников? Может ли хобби стать прибыльным делом? И как перейти от самозанятости к бизнесу? Об этом сегодня в программе. Меня зовут Лилия Калюжная. Я основатель своей полички, где мы сейчас и находимся. Это творческое объединение каворкинг мастеров, ремесленников, творческих людей. К бизнесу имею непосредственное отношение, потому что являюсь уже более 15 лет членом общественного объединения содействия, развития частного предпринимательства, единства. И вообще в самом бизнесе, наверное, я с самого начала своей профессиональной деятельности. На поличке все начиналось с того, что была недвижимость, которая сдавалась в аренду. Но, к сожалению, рынок недвижимости коммерческой просел. Недвижимость стала приносить больше головной боли, то есть в обслуживании, чем дохода. Я понимала, что я могу продолжать и дальше сдавать в аренду, но, к сожалению, свои собственные компетенции у меня как-то начали стремиться к нолю. Поэтому решила, что бы мне такое придумать, чтобы моя недвижимость была как бы связана вместе со мной. Стало долго, вот я изучала тему ремесленничества как красивого вида, наверное, творчества, услуг или вообще как чего-то уникального и интересного. Я изучала все в интернете, смотрела аккаунты, Инстаграм, Контакт, Фейсбук, Одноклассники. Долго думала, вот как это вместе соединить. Ходила по нашим магазинам, смотрела интернет-магазины. Ну и поняла, что тема классная, освою, осилю однозначно, потому что предыдущая моя тема – это была розничная торговля. То есть, по сути, это та же розничная торговля. Но все-таки отходить от аренды я не хотела, поэтому определила для себя именно вид работы с ремесленниками. И стала писать о том, что собираюсь открывать магазин. И стала описывать изделия ручного творчества. То есть, находить что-то интересное. Потихонечку все дело пошло. Занятие своей поличкой, по сути, ну, это мой творческий процесс, это мой поиск моих собственных компетенций. Кто же я на самом деле? В чем моя сила? Что я умею? Что как-то я вот могу сама? Классно, здорово получилась своя поличка. Торжественное открытие вот 4 ноября было два года назад. И это показало, что большой интерес и к теме, и к тому, что мы делаем, и как наполняем, и к аренде полки. Потому что мне получилось давать в аренду пополочно. Мне получилось доносить до мастеров и ремесленников, и просто до обычных людей, которые приходят, что это ваши мини-магазинчики. Здесь вообще никаких затрат. Только заплатили наперед, разместили свои изделия. Вы даже можете приходить и находиться в магазине, и рассказывать, смотреть, сколько посетителей приходит в магазин. У меня получилось сдать свою поличку полностью в аренду. То есть за время, за эти полтора года, мы очень трудились, работали на то, чтобы место стало популярным. Популярным в творческой среде. Мне очень хотелось еще, чтобы здесь поселились или приходили люди, которые могут делиться тем, что у них есть. А саму работу своей полички разделили таким образом, что все-таки мне нужно сюда приходить. Каждый понедельник я сейчас с 11 до 3 часов дня я жду на любые темы, готова разговаривать, делиться тем, что есть. Каждую среду у нас день работы с ремесленниками. Здесь уже работает Ольга Киянова. Ольга оформляет документы, рассказывает ремесленникам, как зарегистрироваться, как пройти этот путь, что нужно сделать, как их работы берет, смотрит, тестирует, размещает. Можно заказать встречу со своими поклонниками, со своими покупателями. Можно прийти просто пообщаться на любую тему. Это среда. И пятница у нас креативный день, день баристократа. И здорово, что у нас нашелся такой человек очень креативный. И вот кофе с собой – это вот такая тема, которая, ну, можно о ней говорить, можно рассказывать, можно обсуждать, можно пробовать, дегустировать. А сейчас самое время познакомиться с успешной представительницей ремесленного цеха Екатериной Макаровой, взять на заметку ее полезные советы начинающим мастерам и, наконец, отправиться за официальным комментарием в налоговую инспекцию. Смотрим рубрику «Бизнес-блокнот». Вот гляну на вашу куклу утром, и как-то настроение поднимается. В творческих кругах школьной педагоги изобразительного искусства Екатерина Макарова сегодня известна под псевдонимом Крейда. Ее куклы-валяшки, ныне популярные у почитателей хендмейда, некогда родились буквально экспромтом на одном из уроков. Я приношу какие-то материалы, ложу на стол детям и говорю, вот, все, что у нас есть, кусок шерсти, проволока и масса для лепки. За одно занятие мы так с большего слепили то, что получилось, и вот именно с детьми у меня и родилось вот это вот направление этих моих кукол-валяшек. Ну и родители начали звонить и говорить, вот, слушайте, такие красивые куклы вы делали среди года, а можете вы еще пару штучек сделать, мы бы, может быть, у вас купили как-то. Ну а как деньги брать? Ну нельзя же педагогу деньги брать. Все это было изначально, лет пять было так. Вам подарок, вам подарок. А вот как свое творчество монетизировать Екатерина Макарова узнала около двух лет назад в каворкинг-центре для ремесленников. И прямо оттуда, в перерыве между уроками, отправилась в налоговую. Пришли мы в эту налоговую. Нам дали пакет документов, которые нужно было тут же заполнить. Здесь же рядом банк сходил, оплатил бумажку, которую мне это дали, это единый этот сбор. То есть открыть ремесленничество, это не нужно там три месяца ходить. Я не то, что я агитирую всех, просто ты думаешь, что это так сложно и так тяжело, но оказалось, что раз, раз и все. Я помню свой первый заработок здесь, когда я арендовала полку, и когда получилось так, что пол полки моей было продано, и когда я посмотрела, что это половина моей зарплаты учительской, и тут у меня закралась, конечно, мысль, что может бросить педагогику, может все-таки уйти в творчество. На сегодняшний день помимо кукол Екатерина Макарова успела освоить и другие авторские хендмейд направления, которые, кстати, тоже уже обрели своих почитателей. Нельзя сказать, что ты вот что-то изобрел одно, и ты его на протяжении 10 лет будешь бомбить и делать. Ну нет, тут тоже нужно очень развиваться. Безусловно, нужно придумывать что-то такое авторское, что-то крутое, то, что кроме тебя никто не делает. Тогда это будет продаваться. В первую очередь я всегда всем советую, если вы что-то делаете, нужен не факт то, что оно продастся. И есть вероятность того, что оно останется вам. Вот делайте то, чтобы вы потом с удовольствием сами носили. То, что вы бы поставили у себя дома, тогда это, безусловно, продастся вам. Второе – это, безусловно, качество. Потому что очень часто у ремесленников, у начинающих особенно, их товар выглядит, как все-таки поделка у ребенка со школы. Ну, это позорит, как бы, статус ремесленника. То есть это качество. Естественно, это цена. Ценовой эквивалент. Он не должен быть заоблачный. Ну и, конечно, безусловно, очень важно о том, как вы себя рекламируете. И реклама в соцсетях, и, конечно же, то, где он выставляется. Это магазины. У нас в Гомеле их очень много. Это всевозможные ярмарки. А ярмарок у нас, ну, каждую неделю, наверное, проводятся эти ярмарки. Вдохновившись успешным примером Екатерины Макаровой, отправляемся за комментарием в налоговую инспекцию. Данный вид деятельности регулируется указом президента Республики Беларусь номер 364 от 9 октября 2017 года, а также главой 38 Налогового кодекса Республики Беларусь. Для того, чтобы зарегистрироваться в качестве ремесленника, физическому лицу необходимо обратиться в налоговый орган по месту жительства, при себе необходимо иметь паспорт и подать заявление. Сбор уплачивается непосредственно перед осуществлением деятельности. Например, если человек в мае месяце изъявил желание заниматься ремесленной деятельностью, он должен до конца апреля оплатить сбор. А если он осуществляет деятельность в течение года, то он должен уплачивать сбор до 28 декабря ежегодно. Ремесленники имеют право реализовать свой товар, который изготовил своими руками, на выставках, на ярмарках, на торговых местах на рынках, в иных местах, которые установили распорядительные и исполнительные органы, путем пересылки почтовым отправлениям, через сеть интернет, это имеется в виду реклама в сети интернет, а также по договорам между юрлицами и индивидуальным предпринимателем. В случае, если физическое лицо будет осуществлять ремесленную деятельность без уплаты сбора и подачи заявлений, ему грозит штраф в размере пяти базовых величин. У нас такие были дни и дни с мастером. То есть можно было прийти и разговаривать с мастером на любую тему, в том числе на тему его изделия. Мастера начинали понимать, почему не продается. Побыв в магазине, они понимают, что, например, заходы есть, люди приходят, но что их интересует, тоже большой вопрос. И продать свое собственное они тоже пытались. Вы туда смотрите, а вот вы посмотрите на мою полочку, как это тоже сложно. Мы постепенно все вместе обучались, как составить цену, что такое цена у ремесленника, может ли туда заключаться еще и какая-то прибыль, сверхприбыль. Кто-то оставался и остался до сей поры, кто-то месяц побыл, ушел, кто-то перешел с аренды на комиссию, с комиссии опять на аренду. Разные-разные вариации были за это время. Но находясь в магазине лично, а я безвылазно, ну вот буквально полтора года, я просто вот каждый день даже работала без выходных, я поняла следующую вещь, ну, свою силу. То есть приходят многие из покупателей и ремесленников, и просто людей, приходят ко мне. Приходят ко мне пообщаться на ту или другую тему. Но если вот эта тема в зоне моей компетенции, то есть это касается работы ИП, это касается общественных объединений, это касается самозанятости, мотивации, хорошего настроения, бодрости духа. И действительно, творчество, но я, наверное, в творчестве как таковом не разбираюсь, потому что я всех брала примитивные, вот пришли только начинающие. Но глядя на другие работы, люди же понимают, что, ну да, наверное, все-таки надо еще до продажи, надо где-то еще потворить и где-то своим родным и близким подарить. Мы же не скрывая имена ремесленников, мало того, мы о них рассказываем. То есть вы знаете, а что это за мастер, я могу рассказать и профессию, я могу рассказать все то, ну кто это мастер. Поэтому тут очень вот, очень надо, чтобы было качественно и интересно. Кто, как не мы, каждый из нас, ну как бы может наполнить свою жизнь? Вот четко, нам же никто ничего не должен. Мы родились, ну, родители, ну, работа, так кто же нам ее должен создавать? Да, в государстве, ну, мы же сами, как бы, с руками, с ногами, как-то с головой. И прежде всего, ну, сами ответственны за свою собственную жизнь. Бизнес – это работа. Работа, которая выполняется. Не так вот через пень-колоду где-то посидел, где-то погулял. Только тогда можно и заработать больше. А не так, сидя и ожидая, что что-то увеличится. Фонд облады труда или еще чего-нибудь. Ниоткуда ничего не берется. Поэтому вот пытаемся эту тему объяснять. И я хочу сказать, что очень много интереса именно к этой теме. Вот самозанятость, саморазвитие и самоответственности. И здорово, и даже вот указы президента, которые были на протяжении всего этого времени, конечно, стало легче, лучше, понятней. Поэтому самозанятость, саморазвитие и, конечно, и благодарность. Благодарность к тому, что ты жив, имеешь возможность жить, действительно, в мирной стране. Имеешь возможность получать все то, что солнышко, улыбки, интересные улицы. Эти же улицы не создаются директивно или какие-то объекты креативные. Они создаются душой и способностями других людей, которые видят смысл, которые выросли так, что они понимают ценность своей натуры. И то, что самое ценное – это человеческое жизнь, человеческое желание и возможности творить. То есть нужно обязательно очень хотеть получить результат. Нужно очень верить, ну, то есть себя всеми силами заставлять поверить в то, что когда ты делаешь, то у тебя получится. И, конечно, это работать, не покладая рук. Только работа может дать результаты. Действенность позитивного мышления сложно переоценить. Я еще раз убедилась в этом, пообщавшись с нашей сегодняшней героиней. Она радуется каждому дню, горит своим делом и заряжает энергией окружающих. Такой подход к жизни, пожалуй, не помешало бы взять на вооружение каждому из нас. Это была программа «Бизнес-план». До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова